Украина постепенно побеждает Россию в битве за Крым, The Economist. Хотя до наземной операции еще далеко, в воздушной фазе этой битвы Россия постепенно теряет позиции. У россиян много объектов в Крыму, которые они уже не могут защитить. США до сих пор сохраняют часть ограничений на удары американским оружием по территории РФ. Критикуя это, издание The Economist приводит успехи в ИСУ в Крыму, в отношении которого этих ограничений нет, и где Украине не приходится воевать с одной рукой за спиной. Бывший командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес отмечает, что Россия рассматривает Крым как непотопляемый авианосец, и за время оккупации вложила значительные ресурсы в развитие там военной инфраструктуры. Теперь вся она под угрозой. Британский стратег Лоуренс Фридман добавляет, что большая десантная операция ВСУ в Крыму в стиле высадки союзников во Франции 1944 года пока немыслима. Но Крым является слабым местом России с точки зрения воздушных угроз. На полуострове есть слишком много объектов, которые нужно защищать, и это лучший способ для Украины оказать реальное давление на Путина. Украинская компания является смесью военной и политической стратегии. Политически это самый важный актив России, но он также очень уязвим, соглашается бывший советник Министерства обороны Германии Никол Ангё. По мнению аналитиков, цель Украины заключается в том, чтобы изолировать Крым, оттеснить российские воздушные и морские силы от юга Украины и задушить полуостров как логистический центр. И в этом украинцам помогает арсенал крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, собственные морские и воздушные беспилотники. В последнее время к ним добавились еще и американские баллистические ракеты ATACMS.